Вместо традиционного пикета в сростках библиотека имени Шишкова, да это же настоящие печки-лавочки. Обычно пышное и масштабное закрытие нынешнего Шукшинского было похоже больше на дружеские посиделки, скромные и душевные. А еще очень недолгие. Вместо многочасового ожидания зрители узнали имена первых победителей почти сразу. В то же время еще продолжались кинопоказы конкурсных картин. В этом году площадок было всего три, все в Барнауле, причем две из них открытые. Тем удивительнее, что несмотря на ненастную погоду, фильмы нашли своих зрителей. Многие отмечали, причин вообще отменить фестиваль было немало, но организаторы решили традицию не прерывать. Помимо прочих целей собрать много гостей, сделать красивый праздник, пройтись с артистом по дорожке, сделать творческие встречи, он имеет еще другие цели. Выделить те фильмы из современного кинематографа российского и не обязательно российского, ну вот пока что у нас фестиваль всероссийский, хотя мы идем к статусу международного. Когда можно было бы для себя сформировать то культурное направление, которое мы подразумеваем под шукшинскими фильмами с девизом «Нравственность есть правда». Поскольку в этом году из-за пандемии многие фильмы попросту не вышли или их авторы отказались от участия в фестивалях до лучших времен, проявить себя смогли авторы, которые иначе до зрителей Шукшинского возможно и не добрались бы из-за большой конкуренции. Например, тот же «Отряд Таганок» Айнура Аскарова – редкий пример современного детского кино. А «Гран-при» получил фильм, снятый несколько лет назад, но до большого экрана так и не добравшийся. И напрасно, уверены члены жюри. Вот только услышать ответное слово победителя не удалось. На связь он по какой-то причине не вышел. Да, в этом году часть участников пользовалась онлайн-сервисами. Член жюри, режиссер Евгений Бедрев считает, возможно, в этом даже есть свои плюсы. Мне кажется, это прикольно. Очень многие люди могут подсоединиться, они могут следить за прямой трансляцией. Допустим, члены жюри или участники, они не едут, они сидят у себя, они смотрят. И, допустим, вот такая трансляция, она соединяет сразу, допустим, пусть 15, пусть 20, пусть 100 городов. Это очень круто, потому что я, допустим, вел в Инстаграме прямую трансляцию, кто-то еще вел, телеканалы вели. И это хорошо, потому что каждый вдруг в этот момент в прямом эфире смотрит, он как бы чувствует свою сопричастность. Режиссер уверен, даже когда фестивали и Шукшинский в том числе вернутся в привычное русло, часть подобных технических находок обязательно стоит использовать. Правда, все участники и зрители были единодушны. Без традиционного пикета все же непривычно. И надеются, что в следующем году фестиваль все же вернется на родину. Взростки. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.